Должность, вы правы, с точки зрения долгосрочной перспективы, она расстрельная, потому что невозможно ничего сделать. Но тут вопрос, что находится в голове у Путина и что ему пообещал Мантуров. Насколько быстро он пообещал ему какие-то результаты и какие именно. Я думаю, что сам Мантуров прекрасно понимает, что сам Путин это уже не совсем надолго. Я бы на его месте гораздо больше побеспокоился о том, что он будет возглавлять военно-промышленный комплекс. То есть у него есть все шансы быть тем самым Шпеером, который чуть ли не единственный в Нюрнберге из высшего руководства Рейха за всех отдувался. Вы, кстати, вспомнили о импортозамещении, но, по-моему, у Мантурова нет особых успехов. Мы видим, что импортозамещение в России, если они что-то и рассказывают, что все классно, все успешно происходит, то это на самом деле не очень-то и так. Ну, знаете, объективно говоря, там больших успехов действительно нету, но это же объективно говоря, то есть на бумаге это выглядит совершенно по-другому. Вот смотрите, там посмотрим, например, на автомобиль ВАЗ. Еще там четыре года назад автомобиль ВАЗ собирался там на 60% из импортных деталей. А сейчас он на 95% состоит из отечественных. Ну вот там нету только системы АБС и, значит, этих подушек безопасности, которых из-за этого не могут поставить. Но все остальное будет отечественное, правильно? Ну, то есть целой машиной говно ездить на ней нельзя, это правда. Но импортозамещение на там, соответственно, 55% произошло. И также по другим пунктам, если мы будем смотреть в его отчет, где-то там с 80% снизилось до 30%, где-то там с 40% до 15%. То есть это большой прогресс. Но пока он не станет 100%, оно не произошло. Но это же процесс, а до результата еще дожить надо. Ну, знаете, это же не просто внутренний распри, это поиск виноват. Любой начальник, он же должен на кого-то свалить вину. То есть либо он должен сказать, я мудак, либо точно должен сказать, нет, вот он. То есть вот, тем более, что в военном случае, это же, Владимир Владимирович, вы назначали, правильно? То есть не я же. Ну вот с такими сволочами приходится работать. Вот, соответственно, это они пытаются сказать. Каждый раз пытаются идентифицировать, что вот тут этот генерал плохой, потому что он плохо командует. Тут этот генерал плохой, потому что он плохо планирует. Тут этот генерал плохой, потому что он не тех вербует. Но каждый раз это, соответственно, Шойгу каких-то своих генералов подставляет, Герасимов каких-то своих генералов подставляет, Бортников каких-то своих генералов подставляет. А Путин, естественно, это смотрит и говорит, ладно, хорошо, мы сейчас всех поувольняем, а может отдадим под суд, может не отдадим под суд. Он не очень любит отдавать, потому что это как бы на себя принять вот эту самую ответственность, но и плюс к этому обществу показать, что что-то идет не так, что он не того поназначил. Но тем не менее кто-то же работать должен, поэтому он вот начинает, да, сейчас в условиях войны количество ротаций резко возросло.